Рав, у нас есть подруга, которая закончила Лернинг-центр. Она виртуальная ученица, но хочет стать физической, присоединиться к физической группе. Какой следующий шаг она должна сделать? Она должна быть приглашена в физическую группу для того, чтобы перейти тут? Какой следующий шаг она должна сделать? Ну, я не знаю. Я не знаю, какие законы здесь есть. Каким образом принимают в группу. Обычно мы очень заинтересованы, чтобы приходили новые люди. Мы с вами еще и не говорили о распространении. Что без распространения мы не сможем продвигаться в духовном. Потому что, что называется, достичь окончательного исправления в той мере, в которой человек хочет подняться наверх, он должен расширяться. Он как бы начинает идти по конусу, снизу вверх. Когда он поднимается, он поднимается за счет того, что он расширяет количество душ, присоединенных к нему. Поэтому мы очень заинтересованы, чтобы приходили люди. Мы сами должны выходить на улицы и зазывать их в интегральное воспитание, по крайней мере. Или в саму науку Каббала зависит от состояния, от места, как к ним обращаться. Но после того, как они уже заканчивают Лернинг-центр или Каббалистический кампус, или курсы интегрального воспитания, что делать потом с ними, каким образом, это вы должны определить сами. Я не знаю. Но я уверен, что есть правила. Очевидно, с этим есть какие-то проблемы, если ты спрашиваешь. Ну, скажи. Ну? Ну. Ей сказали, что ее должны пригласить, прислать приглашение, чтобы она присоединилась. Но ей не прислали этого приглашения. Поэтому она не очень понимает процесс, который должен произойти. Она находится здесь, на Конгрессе? Да, да. Она в моей десятке. Ну, так я не знаю. Мне нельзя входить в эти расчеты. Но пренебрежение людьми, которые хотят приблизиться и хотят быть активными в группе, это очень большое нарушение. Каждый, каждый очень важен. Если нет какой-то реальной причины, то я не знаю, почему это происходит. Это действительно проблема. Но будем надеяться, что они ее решат. Ну, до завтра. Завтра скажешь мне, хорошо? Пожалуйста. Спасибо, Раф, за урок. Какой эффект наша связь в десятке производит на наш мир и на духовный мир? Какое влияние оказывает наша связь в десятке, оказывает на наш мир и на духовный мир в этот момент? Сколько мы исправили хлепот? На какое духовное расстояние мы приблизились? На какие ступени поднялись? Или какие решимоты мы реализовали? Это все равно не даст нам индикации. Потому что у нас нет ощущения в этих параметрах. Но мы сделали большой скачок. Я бы сказал, самый важный. Потому что есть проблема при вхождении в этот путь. Мы за эти два дня выстроили направление и продвинулись частично. И далее можно продолжать без проблем. Если сохранять правила в общем, то путь прямой и достаточно ясный. продолжать, как мы делали здесь, в десятках, в учебе, в распространении. И увидите, насколько вы вырываетесь вперед. Наши состояния пока не имеют названий. Потому что мы не выходим на построение экрана и на реализацию духовных ступеней. Поэтому я не могу это выразить. Как это сказать? Я приведу пример. Простите. Из встречи мужчины и женщины начинает зарождаться зародыш в женщине. И тогда мы считаем в духовном, да и в материальном так же, 3 дня абсорбции семени, 40 дней формирования плода. И 3 раза по 3 месяца. Таких 3 раздела. Но почему это произошло изначально? Еще до того, как соединились отец и мать. Это мы не считаем. В духовном весь предварительный путь перед соединением этих двух, это очень важный путь. Но его нельзя выразить словами, и там нет ступеней, потому что нет пока еще нового творения, которое начинает развиваться. Мы находимся в эти дни перед появлением нового создания. У нас нет клей, о котором мы могли бы уже говорить на более продвинутых этапах. Мы пока что находимся в наших духовных отцах и матери, абаваимах. И подталкиваем их к тому, чтобы они соединились, и мы бы начали формироваться внутри матери. Это зависит от нашего желания. Из нашего желания они почувствуют, что мы хотим объединиться и зачать плод. Ну, что-то в этом роде. Дальше. Постоянные десятки на этом конгрессе дали очень… произвели очень сильное впечатление. Но в прошлом, после семинара, мы могли так освободиться. Каждый шел туда хотел, но никто не обращал внимания. Сейчас с десятками мы чувствуем обязанность. И вместе с тем есть моменты отторжения, и я ничего не могу с этим сделать. Как мы, одиночки, можем пройти эти состояния побыстрее? И как, как десятки, мы можем поддержать этих одиночек, которые проходят эти новые состояния? Должна быть, прежде всего, такая атмосфера, что десятка – это моё постоянное состояние. Что я всё время думаю из десятки, чувствую себя находящимся там. Что я – это десятка. Природа, удары заставят нас подойти к такому состоянию. Поэтому я думаю, чем быстрее мы привыкнем к новому числу, и мы привыкнем к новому числу. Одно центральное свойство – мы примем это, и это будет легче. Если я всё время чувствую реальность, я отношусь к ней правильно в духовном смысле. И тогда, насколько я углубляюсь в десятку, я чувствую, что в этом мире Путина облачён более высший мир. Это зависит только от моего восприятия. Поэтому мне нельзя критиковать десятку, а смотреть на это как на подарок Творца. И что я через неё должен просто жить. Или виртуальная десятка. Или физическая. Или те, и другие. Я могу в течение дня быть в разных десятках. Это совершенно не мешает. Потому что в духовном, в тот момент, когда я вхожу в систему и связываюсь, соединяюсь, с разнообразными субъектами духовной системы. И они тоже только десятки. Если не десятки, то я просто не соединяюсь. Если не десятки, то человек не находится в духовном. Так мы должны смотреть на эти вещи. Потому что десятка, десятка называется, когда я форматирую себя на отдачу и через десятку отдаю. Пожалуйста. Меня зовут Олег из Элея. У нас есть вопрос о десятке. Что вы ожидаете от мирового Кли после этого Конгресса? Когда-то мы проводили Конгрессы, которые были как фестивали. Как такой приятный большой праздник, много песен, музыки, всяких мероприятий, игр. Были разные виды Конгрессов. Они каждый раз меняются в соответствии с тем, чем мы являемся. В своей общности, мировая группа. И последние Конгрессы, которые были здесь. Конгресс в Гвадалахаре. Конгресс в Нью-Джерси. Это были особые Конгрессы. Очень хорошие. Но прежнего вида. Конгресс нового вида начался в Питере. И это продолжение его, но иное. Я жду, что понятие группы десятки, это структура, это мера. Войдет в каждого как необходимая вещь, которая формирует его и направляет к целетворению. К целе его жизни. И на это мы идем. К этому мы идем. Мы определили для себя в Израиле, что этот год, это год широкого распространения внутри страны. Мы хотим, чтобы каждый в Израиле узнал о нас. И как можно больше людей, чтобы узнали о роли человека в этом мире, что ему необходимо делать, какова причина всех бед, что это толкает нас к продвижению. Это основные вещи, которые каждый должен знать. Мужчина, женщина, неважно. к каким слоям общество относятся. Это по отношению к распространению. Я надеюсь, что у нас возьмут пример. И кроме того, что мы учим, и ежедневно у нас частью учебы является семинар в десятке, Кроме этого, мы выходим на распространение. И я надеюсь, что в этих двух действиях мы добьемся успеха. Мы также открыли особое место для распространения в Эйлате. Это курортный город. Туда каждый раз приезжают люди. И во время своего отпуска, во время их отпуска мы ими занимаемся. строим между ними десятки, проводим круглые столы. То есть наше распространение также организуется вокруг десяток. Да, мы приглашаем людей садиться в таких десятках, в кругу, и начинаем с ними работать. Семинар такой. Я надеюсь, что в каком-то виде это будет продвигаться и в других странах. Потому что происходит в мире, нам необходимо ускориться. Иначе мы просто опаздываем с исправлением, которое мы можем сделать. Я думаю, что после этого конгресса у нас есть сейчас, как мы говорили, о конгрессе в Вероне. Я надеюсь, что там будет представлено много стран, много государств из Европы. Но в принципе направление тоже самое. Кроме этого, нет иного изменения методики или иной темы. Это мы сейчас должны продолжать. Пока мы выстроим наверняка вот эти этапы, как мы говорили о этапах предшествующих Ибуру за рождению, зачатию. Это называется разогревание семени в Кабале. В Кабале это так называется. Когда мы так себя горячим, чтобы мы родились. Мы требуем этого от отца и матери, от Абаваима. Это два парцуфа в мире Ацелут, которые производят действие. Я надеюсь, что мы действительно обяжем их. И тогда мы начнем учиться тому, что значит быть зародышем. Это уже большое развитие. Я надеюсь, что эти этапы, предшествующие Ибуру, мы их завершим в ближайшее время. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Спасибо за то, что вы уделяете нам время. Я верю, я хочу, чтобы исправление пришло как можно быстрее. Но как я могу распространять то, что я не чувствую, то, что я еще не постигла? Когда я начал учиться у Рабаша, я тоже был в состоянии, когда у меня ничего не было. И все-таки я его спросил, что мне делать, чтобы продвигаться? Он сказал, тебе нужна группа. А группы не было. Было пять-шесть старичков, которые учились еще у Баль-Сулама. Вместе с Рабашем. Для меня это не было группой. И тогда я пошел в институт Берга. С Бергом я был знаком еще до того. Я спросил его, могу ли я обучать его лекторов, тех, кто читал лекции в его институте. Он сказал, да. Потому что он в те годы собирался уехать сюда. И я их обучал. И с того, что я их обучал, благодаря тому, что я их обучал, они поняли, что то, чему они учились, это не Каббала, это даже нигде не написано. Они оставили Берга и перешли к Рабашу. Но это было 30 лет назад. Сегодня они уже сами по себе люди, которые приближаются к старости. У них уже есть и дети, и внуки. Что я хочу сказать? Рабаш подтолкнул меня к распространению. И после этого я не прекращал. Я еще ходил, давал лекции в различных местах. И пришли еще люди. Без распространения невозможно. Поскольку, как мы учимся, мы находимся в состоянии, когда весь мир приближается к концу исправления. И поэтому нам необходимо развиваться, распространять. Неважно, сколько мы знаем. Мы что-то можем рассказать? Вместе с ними мы можем почитать какой-то первоисточник интересный? Человек продвигается не благодаря тому, что он понимает, а благодаря тому, что он чувствует. А ощущение приходит вместе со светом, возвращающим к источнику, или окружающим светом, Ормакив. И поэтому, если человек соединен со своим учителем, а учитель связан с духовным, то нет никакой проблемы. И даже если вы не особо понимаете, о чем говорите, и еще не находитесь, разумеется, в духовном постижении, все-таки через вас приходит к тому человеку, по отношению к которому вы занимаетесь распространением, маленький свет. и он получает от этого впечатление, и в нем начинает создаваться, формироваться духовное зерно, духовное ядро. но пока вы не занимаетесь, но прежде чем вы начинаете заниматься распространением, вы должны знать, что вы распространяете, какой материал, как говорить с людьми, что им объяснять о нас и так далее. для этого должна быть подготовка. Но духовное постижение не нужно, оно совершенно необязательно. Главное, что вы соединены с тем самым каббалистом, который связан с духовным. Продолжение следует... ... ... ... Мы понимаем, что мы должны показывать любовь товарищам, это такой волшебный средств. Вопрос, как выразить любовь к товарищам, словами, физически, как передать им это чувство? От сердца к сердцу. Нет этого слов. Да. Ну? Меня зовут Каролина, я из Боливии. Я хочу задать вопрос несколько похожий на предыдущий. Если мы в десятке чувствуем, что мы учимся... Как же можно продолжить делать действия? Потому что мы чувствуем себя как бы застывшими в процессе учебы. Это похоже на предыдущий вопрос, но я не очень поняла ответ, как мы можем продолжить действия из учебы. Я не знаю, что значит быть замороженной. Я не знаю, что вы учите. Если вы внутренне замерзли, если у вас есть такое ощущение, то запрещено вам заниматься распространением. Что вы будете распространять? Не знаю, я не знаю, твое состояние или ваше, что вы там замороженные. Не знаю, что вы думаете. Она хочет пояснить слово «застывшее» из Лерн-Центра. У нее есть желание, но она не знает, как это желание перевести в действие. Этому надо обучиться. Разумеется. Человек, который начинает заниматься распространением, должен знать, о чем он говорит, с кем он говорит, как он говорит. Он должен научиться этому, он должен быть немножечко актером. Должен знать, как говорить с людьми. Это профессия. Это как торговый агент. Вы продаете. Разумеется, вы продаете. Как кто-то, кто стучится к вам в дверь и хочет продать пылесос. Как он говорит, во что он одет, как он относится к вам. Это мы должны знать. С чего мы начинаем, как мы его заинтересовываем, как преодолеть стеснение, чувство неловкости и так далее. Как мы его пощаем к тому, чтобы он начинал задавать вопросы, чтобы не только мы говорили. Ну, что сказать? Это профессия. Необходимо научиться этому. Необходимо также тренироваться в группе на товарищах. Да. Во время ужина мы заключили союз между нами. И вопрос... Как мы можем уезжать в союз, под которым мы подписались? Вы сейчас спрашиваете? Но вы уже подчиняли? Вы уже подписались? Уже нечего делать? Соблюдать союз вы не можете. Нет. И никто не может. Вам необходим высший сотрудник, высший соучастник. Поэтому вы все время должны думать, как сделать так, чтобы Творец находился среди вас и поддерживал вас, чтобы вы не убежали от поддержания союза между собой. Потому что союз, это союз, связь. Все. Пытайтесь все время притягивать его в связь между вами. И тогда вы почувствуете, что он находится внутри. И что он оберегает, что он ответственный за ваш союз. Человек сам не в состоянии ни на что. Я помню, что я первый раз получил такое, когда я был вместе с Рабашами, я получил такое сильное падение. И я ничего не мог с этим сделать. А он так смотрел на меня. И сказал, сейчас ты такая же тряпка, как я. Ну, это от нас еще далеко. Потому что чем больше человек, тем больше его злое начало. И он был тряпкой намного более худшей и слабой, чем я. Но так это. То есть притягивать Творца, силу отдачи и любви, чтобы она царила между вами, и чтобы она оберегала ваш союз. Пожалуйста. Я прошу прощения за мой вопрос, но меня обязала моя десятка. Какова цель женской десятки? Какова цель женской десятки? Я тоже не знаю. Женская клей, она очень важна. Есть в нем несколько проблем и несколько преимуществ. Большое преимущество, это то, что это верная клей, преданная. Более стабильная клей. Относительно мужчины, говорю. Терпимая. Поддерживает, помогает. Намного стабильнее мужчин. А у души, на самом деле, нет пола. Часть ее ведет себя как мужская часть. Это сокращение экрана, отраженный свет. Преодоление. Преодоление. Преодоление от слова «мужчина». Идгабрут. Гевер. Женщина помогает, поддерживает, оберегает, развивает то, что мужчина сеет в ней. Закладывает семя. Поэтому без нее невозможно. Она дает место для развития семени, предоставляет окружение для развития зародыша. Все, что есть у нас в этом мире, это результат духовного развития. Также и мы, когда начнем развиваться в духовном, мы пройдем эти этапы, как зародыш, развивающийся в материнской утробе. Мы учим в учении десяти сферот каждый этап на десятках и даже сотен страниц. Ибур Зарампина, какая это часть? Одиннадцатая, мне кажется, это Зевугин Сферот. Зевуге Сферот, это девятая часть. Затем Ибур Зарампина, это десятая часть. Потом Гадлуд Зарампина, по-моему, это одиннадцатая часть, двенадцатая. Тринадцатая часть, это уже тринадцать исправлений Дикны. То есть эти этапы Ибура внутриутробного развития, и рождения, и Катнут, и Гадлуд, это процесс, как у человека, как развивается человек. Они все в духовном... Это состояние очень сложное. Как это можно сделать без женщины, я не понимаю. Этого не может быть. Но я думаю, что женщины должны быть намного более активны и определяющи. Я бы сказал, как в семье, по крайней мере. Там женщина имеет вес, значение. И мужчина обычно слушает. И было сказано Аврааму, слушай то, что тебе скажет цара. Поэтому я думаю, что женщины должны быть намного активней и в распространении, и в учебе, и в различных мероприятиях, которые мы проводим. У меня в этом, ну, насколько я знаю, как группа Торонто, как в качестве хорошего примера. Есть такие группы, тоже близкие к этому в Латинской Америке. В России это совершенно нехорошее с этим состояние. Там мужчины такие агрессивные. Ну, это изменяется, это улучшается. А у нас, я даже не знаю, что сказать. Но тоже пока что есть. Такая бедуинская модель. Где женщина не находится впереди. Такая восточная ориентация. Ну, мы живем на Востоке, что поделать. Это то, что я могу сказать. Короче говоря, женщины вперед. Я люблю группы с сильными женщинами. Это группы стабильные. Это ощущается очень. Это хорошо. Это такая группа с хорошей базой. И это очень важно в духовном. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что делать с этим одиннадцатым человеком? Повлияет ли он на структуру десятки? Мы не только поняли, что такое десятка, мы поняли, что без десятки нам некуда идти. Миньян называется не меньше десяти человек. Хотя мы, когда продвигаемся, можем продвигаться даже втроем, в пятером, до десяти человек. А если больше, даже миллион. Нет никакой разницы. Говорится, что значение копейки как значение сотни. Ну, желательно, чтобы было десять. Если вы будете менять каждую секунду, каждый день. Десятку — это тоже не страшно. Ну, или вы приходите утром учиться. Кто-то пришёл, кто-то не пришёл, кто-то так, эдак. Ну, есть люди. Собираемся, создаём десятку и проводим семинар. Я не смотрю, с кем я нахожусь, какая физиономия сидит. Есть у них какое-то стремление к духовному — вперёд. Так должны поступать. Иначе мы увидим. Мы увидим потом, что всё это соединяется в одно кли. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы на следующий день, когда вы приходите домой, с кем вы находитесь в связи? Где моя десятка? Вы можете так соединить множество десяток между собой. Днём у них есть что-то, они обсуждают, у них есть место, время. Я вхожу к ним виртуально, в интернете. Вечером я иду в свою группу. Утром в моей группе нет ничего. Мы утром соединяемся, скажем, там с группой «Миссисипи». И вместе с ними мы находимся в десятке. Таким вот образом. Главное, чтобы я ощущал, что я нахожусь вне себя. Выхожу из себя. Пожалуйста. Добрый вечер, Раф. Я Джим из Кентукки. И у меня есть стремление задавать тяжёлые вопросы, но я постараюсь быть вежливым. Да, я уже боюсь. Да, помогите мне, помогите. Как можно назвать Кабалу наукой? Если студенты не могут обсуждать, добиваются ли они успеха, как можно... Если мы не говорим о результатах, то тогда это вид религии. И часть изучающих Кабалу носит кипу. Я надеюсь, правильно назвал это слово. Я был бы рад услышать, что вы скажете. Я думаю, что он сейчас весь урок оттянул на себя. Известно, что Кабала начинается с Адама Ришона, который жил 5 775 лет назад. У него недавно был день рождения, полтора месяца назад. Его звали Адам. Папа и мама его так назвали. Как будто бы случайно. Они не были кабалистами, они ничего не знали. Но так это приходит к человеку, так возникает у него мысль, и они назвали его Адамом. Когда ему было примерно лет 40, он начал задавать вопросы, для чего я живу, где я живу, и так далее. Из этих больших желаний, из внутреннего поиска, он раскрыл внутреннюю силу, находящуюся в природе, силу отдачи. Я об этом написал книгу. Я не знаю, каким образом это было написано в те времена, но книга есть. И называется «Тайный ангел». Это переводится как «Скрытая сила». Ангел — это сила, а тайный — это тайная, скрытая. И после него были ученики. Он сразу основал такую школу. Его ученики — это Каин и Авель. Они там якобы убили друг друга, но это его два ученика. И десять поколений учеников до Ноха, до Ноя. Его ученики прошли очень трагическое состояние, которое у нас называется потопом. И далее продолжали уже новую школу, которая называется «Хам и Ефет». от Ноха и далее десять поколений до Авраама. Так, от Адама до Авраама у нас есть двадцать поколений каббалистов. До Авраама. И Авраам уже он добавил много к методике Адама. И Нох много добавил, потому что каждое поколение, особенно в наши дни мы видим, что оно новое поколение. Дети не понимают родителей. У них новое желание, новый взгляд, новое восприятие, новый подход к миру относительно родителей. Поэтому методика, она все время совершенствуется. Но она все время развивается, исходя из того, что человек все глубже входит в мир, в котором живет, и раскрывает в нем систему, которая организует мир и управляет им. и одна сила действует в природе, одна. И следует эту силу согласно правилу, нет у судей большего, чем видят ее глаза. нет места веры, что мне рассказывают, и я воспринимаю это как факт. Я никому не верю. я верю своему учителю только в одном, что если я буду выполнять его советы, то я увижу и почувствую то, что чувствует он. Не более того, но даже если я еще не пришел к пониманию и к ощущению, где я нахожусь, в какой системе, я не вижу эту систему, не чувствую ее. Система природы. то я все-таки вижу, что он умный человек, он говорит логично, у него нет никакой связи с религией, с верованиями, с мистикой, а здравый взгляд на мир. Авраам так обучал своих учеников, потому что он уже раскрыл общую систему, поэтому он научил вавилонян, которых он собрал со всего Вавилона, как соединяться между ними, в форме подобной Творцу, поэтому назвали Исраэль и Шаркель прямо к Творцу, чтобы они соединились, как один человек в одном сердце, весь Исраэль товарищ, и не делай другому то, что ненавистно тебе, возлюби ближнего, как самого себя. Это законы, духовные системы. которые едины, и это природа, и сила, которая действует, Творец, это природа. у нее нет образов, какого-то места, каких-то ограничений, а вся природа называется Элуким. И до сегодня так мы изучаем науку Каббала, и так мы относимся к тому, что мы учим. То, что произошло две тысячи лет назад, когда группа Исраэль, которых Авраам вывел из Вавилона и перешел в то место, где сейчас Израиль, та группа упала из братской любви в беспричинную ненависть и отделились от ощущения системы, которая управляет миром, заботится о нем. И в книгах, мы продолжаем их читать, то, что написано, они начали выполнять физически. И тогда из этого возникла религия. христианство, потом ислам. И в этом иудаизме до сих пор, вот эти две тысячи лет, нет никакого отношения к внутренней силе, к Творцу, к поиску, к раскрытию его, ничего. А только лишь то, что написано, выполнять руками и ногами, но не сердцем. Поэтому это религия. Баля Сулам пишет об этом в статье «Суть религии и ее цель», что такое наука Каббала, суть науки Каббала, у него есть много статей об этом. Ну, и в христианстве, и в исламе они взяли внешнее из иудаизма, добавили своего и, конечно же, эти религии, они против науки Каббала. потому, что она говорит о научной методике без веры и подталкивает человека к исследованию. «Он должен работать четко и с четкими силами, которые находятся вокруг него. Я бы сказал больше, наука Каббала намного более научна, чем обычная классическая наука, физика, химия, биология, зоология, все науки этого мира. потому, что в науке Каббала мы исследуем самого исследователя, самого ученого. Откуда он думает, откуда он это знает, откуда у него есть разум и чувства, согласно которым он говорит «Это то, что происходит». Они исследуют относительно свои свойства. Если бы наш разум был организован иным образом, и наши чувства были бы организованы иным образом, мы видели бы другой мир. И наши науки были бы другими. Это они не спрашивают. Они и так принимают человека, исходя из человека, исследуют. Наука Каббала говорит «нет». мы этот параметр нашего исследования, то, что называется «человек», мы сделаем его тоже изменяющимся, и как, соответственно, изменением человека, он исследует изменения в природе. Ты понимаешь, насколько это становится универсальным, что нет ничего абсолютного? наука Каббала. Поэтому здесь наука Каббала находится на много ступеней выше науки, потому что они видят только нашу Вселенную, то, что они могут видеть. Строят здесь микроскопы, телескопы, радары, немножечко еще расширяют диапазон, но не более. Но выйти из мозга и из сердца и увидеть это со стороны из других созданий не могут. Не могут увидеть это со стороны общей силы природы, которая называется Творцом. Не могут. Нет с ним связи. Поэтому на сегодня ты можешь задать вопрос ученым. Все тебе скажут, что наука находится в кризисе, в тупике. Мы пришли к концу. Продолжение простое. Если они примут то, что говорит наука Кабала, что необходимо принять человека, исследователя, как изменяющийся параметр, можно говорить об этом много. Пожалей нас. кризис. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы сказали, что без распространения невозможно продвигаться в духовном. Мы хотим на следующей неделе организовать круги на улицах, круглые столы. Контент взят из того, что разработано в Израиле и адаптировано под местную публику. Какая важность того, чтобы все группы участвовали в этом мероприятии, выхода на улицу, организации кругов и как человек, участвующий в кругах, должен организовать и участвовать в этих кругах? Прежде всего, я рад услышать, что вы занимаетесь распространением и делаете круги. Прежде всего, это вам очень поможет. Но по отношению к тому, что делать и как делать, есть много материала. Есть много людей, которые делают это практически. и необходимо обратиться к ним. Может быть, они здесь есть, есть в Нью-Йорке, есть в других местах, где этим занимаются. Необходимо этому научиться. пусть войдут связь с нашими товарищами из Израиля, которые приводят в действие эти круги. сам этим не занимаюсь. Я не выхожу на улицы, потому что в Израиле меня знают в лицо, у нас есть телевидение, и поэтому я вообще не выхожу. Тем более в круги на улице, чтобы я начал чем-то заниматься, запрещено у меня. Поэтому тебе необходимо спросить их. Но я тебе могу сказать только одну вещь. Чем больше ты расширишь количество людей, которые связаны с тобой и с группой и со всем общим КЛИ, в этой мере ты расширяешь свое КЛИ. И тогда ты больше приближаешься к свету. Ты создаешь орган восприятия света и быстрее придешь к раскрытию его. Это не распространение. Ты присоединяешь к себе части своей души. ты распространяешь не им. Ты присоединяешь их к себе. И это просто части твоей души. Написано, что многому я научился у моих учителей, еще большему у своих товарищей и еще большему у своих учеников. Ну, что значит учился? Чему можно научиться у учеников? Чем больше ты присоединяешь их к себе, тем больше ты получаешь света, который проходит через тебя к ним, и это означает, что ты у них учишься. Да. Или все, мы закончили. Раф, еще вопрос о распространении. как мы можем максимально эффективно использовать влияние Америки на исправление? Я вижу три источника распространения науки Каббала. Ну, или лучше назвать это даже методика исправления мира. Это Израиль, Россия и Америка. В какой форме американцы повлияют на мир? Тяжело мне сказать. мы еще не видим, что наши группы начали распространяться и действовать в таком массивном виде, чтобы на это был отклик, чтобы можно было увидеть, в каком виде начинает создаваться связь между нашими группами и народом американским. Я не знаю. в Америке есть большое количество людей, которые в прошлом находились в духовном евреи, у которых есть скрытый решемот, которые были в духовном и упали. И две тысячи лет уже эти решемот вот так вот передаются без использования. Часть из них можно разбудить. Но это очень тяжелая реанимация. Это народ очень упрямый, но нет выхода. Мы обязаны на них повлиять и всей силой разбудить их. Потому что в них эти решемот необходимо просто разбудить. какой еще части из всего американского народа обратиться, я не знаю. Я не знаю, посмотрите. Здесь есть представители всех слоев общества, всех частей этого народа, я не знаю. Вы почувствуете это? Мне нечего сказать. Только по скорости падения мира мы видим, что необходимо ускориться. И мяч в ваших руках. Я готов помогать всем. Но вам необходимо видеть, как заниматься распространением, так, чтобы каждый понял, что ему делать для того, чтобы состояние мира глобальное не пришло к глобальной войне. Пожалуйста. товарищи приложили огромное усилие, приехали из России, со всей Америки. Какое усилие мы можем добавить в то время, которое нам осталось? мы должны впечатлиться, прочувствовать десятки. и очень хотеть, чтобы такая вещь у меня была постоянно. И уже сейчас планировать, советоваться с другими, как мне сделать так, чтобы это у меня было, когда я вернусь домой. Посоветуйтесь друг с другом. В какой форме? Есть такие, которые могут у себя на месте что-то создать, пусть даже не 10, 5, 6, 7, тоже хорошо. Есть такие, у которых этого нет, через интернет. Посоветуйтесь, постарайтесь что-то сделать. Может быть та самая десятка, вместе с тем, что появятся какие-то другие возможности, но она тоже будет существовать, и мы будем поддерживать эту связь, и мы оставим эту десятку существующей. Одно другому не мешает. Так бы я рекомендовал сделать. без этого, но я не могу. Ну, передайте микрофон. чтобы еще кто-то хотел. Здравствуйте, Раф. Меня зовут Кэри. Я новенькая в группе Сан-Франциско. очень рада вас видеть здесь, после конгресса в Ниджерси. Вы говорили о двойном преодолении, о героях из всех героев, и мы должны нейтрализовать врага, сделать его другом, и как это сделать, а не бежать от того, что дает тебе Творец, чтобы приблизиться к той силе, которая за врагом, и сказали, надо с ним объединиться. И мой вопрос, вы можете дать нам совет, как это реализовать в нашей повседневной жизни, в материальном мире, когда мы сталкиваемся с врагом, как мы можем объединиться с тем, в ком мы видим врага, как мы можем приблизиться к нему, и все, что я хочу, это выколоть ему глаза. Это реально в повседневной жизни, в этой материальной. Постарайся видеть в нем куклу, управляемую Творцом. постарайся и увидишь насколько это помогает. Как правило, это помогает, потому что тогда я объясню, почему это помогает. Потому что из правильного этого отношения, когда ты хочешь раскрыть Творца, который тебе это делает, ты излучаешь этому человеку немножечко света, и он начинает меняться. Ну и кроме того, если ты все время думаешь, что этот Творец тебе делает, то ты уже не очень сопротивляешься ему и не обращаешь внимания на него. А есть здесь проблемы с Творцом. Ну, все не нет. Ну, попробуй. Поструй ему глазки. шелом, шуми David милос анджелес. Хочу להביע תודה לרב שהגיע ללос анджелес. אני אני כול מלא רגשות מה סוף שבוע הזה. למה לשמוע אותך מדבר פשוט מילא אותי ברגשות גדלו אותי יהודי אורתודוק אורתודוק נשאר נשאר Главное отношение между людьми – это отображение разбиения кейлим, когда единая клея разбилась на части и вместо того, чтобы удержать себя в любви к ближнему, вошло эго и разбило клея. И тогда все эти части, они не соединены вместе, а каждая из них находится внутри оболочки, как орех, и тогда все вместе мы находимся в виде мешка орехов, которые только трутся между собой, и таковы отношения между нами. Что делать? Мы видим, что в нашем мире, насколько мы продвигаемся, особенно в последние сто лет, мы приближаемся к завершению. Разрушение семьи, разрушение детского воспитания, во всем. Собственно, здесь ничего нового нет. Но наше продвижение к интегральной системе, которую мы должны правильно начинать создавать, раскрывает, насколько мы противоположны этой интегральности. И это дает очень много проблем. С одной стороны, раскрывается общая сила, Творец, который давит на нас, и раскрывается в различных местах, как сила круглая, приводящая в порядок, связывающая все со всем. И относительно нее, в соответствии с ней, раскрывается эго каждой детали. И тогда есть огромная разница, все больше и больше, развивающаяся между внутренним эго каждой части и общей силой, которая хочет их связать вместе. И эта разница может привести нас к мировой войне. Потому что мы не в состоянии ничего с этим сделать, кроме, если мы не примем методику исправления. поймем, что все это происходит только для того, чтобы мы притянули окружающий свет. Поэтому настолько важно распространение. Теперь, если ты меня спросишь, что делать с ссорами, которые я вижу везде? Семинары? Сделай семинары. Проведи семинары для них. Не рассказывай им о науке Каббала ни о чем. Скажи, друзья, у меня есть идея. Как мы можем успокоить себя? Сядем на 15 минут. И вы увидите. Я у какого-то психолога обучился интересному патенту. И все. И ты увидишь, насколько действительно все успокаивается. Если тебе настолько болит отношение между ними, что все доходят до ссор, ты уже знаешь, что делать. Ну, успех. Аплодисменты, последний. Здравствуйте, Раф, я Мордахай из Квинса. У меня есть вопрос. Есть такой барьер. Есть страх. Когда я хочу дать флайерс, и что-то такое, что отдаляет меня. И это не только я, и другие товарищи тоже. Насколько мы стараемся распространять евреям, есть как будто бы кирпичная стена. Как мы можем сломать эту сцену, что останавливает нас? Прежде всего, вы не выходите, не обращаетесь к религиозным евреям. Мы между собой пришли к соглашению, что к религиозному человеку, не важно, еврею, христианину, арабу, не важно кому. Мы их не касаемся. У него есть его религия, и пусть пока что в ней и остается. Его это удовлетворяет? Кончено. Оставь его. Мы обращаемся только к светским. Если евреям, то к светским евреям. Почему это тебя останавливает? Тебе неприятно, ты не хочешь показать ему, что ты относишься к каббале, к методике исправления. Это понятно. Но, если ты до того поговоришь сам с собой, скажешь самому себе, что ты находишься в мире, который нуждается в этом, то ты почувствуешь, что ты обязан. Я, когда я выступаю везде, везде, где я выступаю, я не думаю о том, буду ли я себя чувствовать удобно или неудобно. и много раз было, что со мной не соглашались и кричали, даже хотели побить. Чего только не было. И вместе с тем, я продолжаю? Что делать? Если, не дай Бог, больной ребенок и не хочет принимать лекарства, то ты знаешь, как делают лекарства для детей? Свечку в попку. Это я рекомендую тебе сделать. Спасибо. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok